Доброго времени суток, дорогие друзья! Продолжаем мы воевать за наших орков и гнать от нас гномов, полностью их уничтожив. Давайте мы тут запланируем наши битвы наперёд. Итак, у нас есть Ваг, который немножко уже подрядивший, да? Малое количество войск у них осталось и немножко они уже успели повоевать. Давайте мы отправим его на рудник Горького Камня. В принципе, рудник нам надо уничтожать. Также вот эту армию мы тоже потихонечку будем направлять на рудник. Так, чтобы она помогла вместе нашему Вагху захватить рудник Горького Камня. Вдвоём, чтобы они это сделали. Карагдрон. Давайте мы заберём эту провинцию, которая от нас убежала. И которую повстанцы захватили. Так, я нечаянно нажал загрузку и пошла загрузка. Да уж, ну что поделать, такова судьба. У меня тут куча великанов, куча всадников. Давайте лучше я своими орками. Это, кстати, у меня кто? Тоже зловещий нрав макрушник. Так, да уж. Неплохо, неплохо. Я вместе с троллями пойду в атаку. Генерал и тролли. В принципе, всадниками можно проскакать вот сюда. Дабы окружить их лучник. Ну ладно, я думаю, что катапульты сами найдут себе цель. И, по идее, должны с этим неплохо справиться. Смотрите. Красиво. А вот сюда как накрыли здорово. Как же они все-таки здорово накрыли. Давайте мы посмотрим, как тут летят наши снаряды. Как они уничтожают. Опа. Ой, посмотрите, какая красота. Как бы они щитами от камней не закрывались, но это им не поможет. Посмотрите, посмотрите. Так. Конницу нашу давайте переместим. Великаны. Давайте сюда. Вы сюда. Ты сюда. А это вот сюда. Армия. Ну-ка. Вот как они врубаются. Ох ты мой, тут генерал, кстати, один против всех сейчас будет воевать. Это просто здорово. Давай на лучников. На лучников. Так, а вы тут не приборзели-то вдвоем воевать против такой маленькой орды. Так. Так. Че, драпают? Это, это, и это они драпают от моего генерала? От одного? А, ну тут тролли, кстати, еще немножко помогали. Помогали. Посмотрите, кровища сколько. Сколько кровища. Блин. Здоровская битва. Вот такие бы все битвы были. Да. Ну это ладно. Это, конечно, все мелочи. Давайте закончим, в принципе. О, у нас еще... А, свои же катапульты валят. Ладно, давай закончим бой, пока наши же катапульты нас и не убили. Решительная победа. Ну, естественно, решительная победа. Ух ты! Я могу разорить и взять кучу денег. Все пленные будут убиты. Ладно, нет, давайте оккупируем. Все-таки деньги нам и так неплохо идут. Тут, по идее, здание это нормальное. О, смотрите, конечно же, куча блестяшек. Это здание нам не нужно. И здесь мы построим вот это здание. Нам бы, нам бы, нам бы логово зеленокожих. Дело в том, что нам бы надо здание, которое улучшает избыток поселения. Вернее, рост избытка поселения. Это было бы неплохо. Но, в принципе, ладно. Давайте мы здесь будем сидеть. В карак-дроне нам нужно построить третий уровень и строить, знаете, какое здание? Это вот однозначно. Отсюда даже уходить стрёмно без этого здания. Это вот, вот это вот. Орочья старожка. Орочья старожка. Так, ладно. Нам 1180 приходит заход. Нормальная цена. Минус против местных. Так, давайте мы его вперед. Нет, нет, нет. Соединять не будем. Вперед пойдет на разведку. Наш второй, который сокращает стоимость строительства. Давайте-ка мы его переместим сюда. Вот так вот сделаем. Дальше мы изменим ситуацию вот так. Раз. И вот уже дешевле. Вот уже дешевле. Так. А, подождите. Тут же какие-то персонажи-то еще и приносят там доход. Вот, эффекты компании, шанс, так, шанс обнаружения. Доходы тех построек плюс 15%. Кстати-кстати, нам бы в такую провинцию зайти, где... Ух ты, ух ты, ребятки. Ремонт. Ремонт. Нам бы, ребятки, в такую провинцию зайти, где много бабла. Давайте мы сейчас посмотрим провинции. Нам приходит Перевал Смерти. Вот отсюда больше всего денег. Да, значит нам здесь и надо этим персонажам остаться. Не будем мы им пока убежать в рудники и там что-то делать. Ладненько, давайте промотаем ходик. Ага, вы можете издать указ в рудниках. Доля вымогаемых средств. Давайте рост возьмем. Рост нам сейчас более важен всего. Так, что у нас тут еще? У этого персонажа есть непотраченные очки. Мокрушник, кстати. Так, давайте. Ну, в принципе, такая вещь спорная. На сам отряд плюс 24% скорость и ускорение. Так, гигантский паук. Хорошо. Урон сквозь доспехи плюс 6. Это у нас, кстати, прокачан на урон. Давайте мы ему и сделаем урон. Плюс сквозь доспехи. Классно. 15 уровень и такая моща. Сила оружия 441. Да, ну, Гримгора 820. Это понятное дело. Но это же Гримгор все-таки. Провинция Восточный. Бунт подняли. Но ВАГ уничтожил этот бунт. Это замечательно. Отрицательный рост в 8 пиках карака. Жалко. Жалко, жалко. Хотя жалко и у пчелки. 2000 денег у меня. Но нам нужно что-то строить в каракдроне. В каракдроне на рост может быть построить. И так тут плюс 100. Но нам бы вот это вот здание построить. 2080 надо. Плюс, помимо всего, 8 пиков карака не помешало бы здание, которое дает скорость восполнения на покорность. Покорность плюс 4. Так, ты давай, шаманчик. Шаманчик, иди-ка вот сюда. Блин, разместить пока в этом ходу не могу. Поэтому и строить пока не буду. Тогда, может быть, лучше вернись обратно. Лучше мы построим там третий уровень. Дальше. Ты давай, останься здесь. Сразу же прирост денег улучшился. Замечательно. Вы. Рудник горького камня. Давайте-ка, наверное, вот так вот. И вот так вот. Рудник пустой, кстати, ребята. Рудник пустой. Но тут есть у них казармы стражи. У них строительство вокруг стены, короче, вокруг там есть. Ясно. Так, ну этот идет на рудник. Все понятно. Все само собой понятно. Эта армия у нас восстанавливается. Я больше всего, ребята, опасаюсь, что узлы на башке мне вот-вот могут объявить какую-нибудь войну. Их там очень много. И поэтому у меня уровень силы 4. Это, кстати, неплохо. Это замечательно просто. Узлы на башке. Ребятки, давайте что-нибудь с вами подипломируем. Нет, не хотят. А так дружили, так дружили. В общем, и так нейтральные. Ухудшается с воинами хаоса. С остальными вообще с ума сойти. Что происходит? Ну ладно, плевать на вас. Так, все, что мы хотели, все мы сделали. Денег у нас совсем-совсем нет. Нападение на войска. Полная неудача. Замечательно. Ветра магии. Ох ты, сила оружия плюс 10% для орков. Ну тоже неплохо мы получили. Так, собирается напасть. Все замечательно. Хорошо, пусть нападает. Крепкие тачки. Пауководство, шипы и серпы. Так, давайте-ка плюс 10% для всадников. Вроде как тут у меня всадников неплохо собралось. Да, вот в этой, по крайней мере, армии. Пять штучек. Пусть у нас... Ой, золото, золото. Хорошая армия получается. Пускай сидит так. Карагдрон. Нужно строить... Нет, пока не нужно строить. Давайте мы пока сделаем вот этот процесс. И теперь можно построить 2.80. Далее. Далее нам бы тоже не помешало бы здесь. С одной стороны рост надо. А с другой стороны надо покорность. А, рост нам-то нафиг не надо. Подождите. Все, рост нам не надо сейчас. Нам нужна покорность. Так, с одной стороны покорность. Как у нас, кстати, с покорностью? Покорность у нас 0. Ноль. Ноль. Давайте мы здесь тогда покорность построим. А здесь мы построим... Сторожевую башню. Раз. Дальше. Ты у нас... Давай-ка на рудник. Как тут у нас? Да. На руднике, соответственно, все совсем печально. Мы сейчас на старан поставим строиться. Осадных башен пускай до конца строятся. Сейчас подойдет наш еще вагах. И там уже мы посмотрим, что и как. Нигде на швагах. Вот он. Ну, я думаю, что... Один ход ему, и он уже там где-то будет рядышком. Так, ну, караг-дрон не стоит бросать, пока не построится гоблинская сторожевая башня второго уровня. И тогда уже можно будет отходить от него и двигаться в железную скалу. Вряд ли захватят вот эти вот пляшивцы. Эту штуку. Так, и надо... О, смотрите, повстанцы. Откуда-то взялись, да? Наш рак. Один палец. Печально, конечно, что только один палец. Но, тем не менее, это его проблемы. Пик злобы тоже. Видите, обстоятельства у нас так. Минус три. Минус три. Ладно. Так, кстати, что у нас тут по деньгам? 3485. Пустоши что они, кстати, дают? Доля вымогаемых средств плюс пять процентов. Так, кстати, здесь рост нам уже, в принципе, не надо. Покорность. А, покорность. Пока тоже не построена покорность здания. Тоже как-то так стремновато. Ладно, ребята, ладно. Блокада армии успех. Восстание неминуемо. Где восстание неминуемо? Вот там. Боевой пыл. Не делать ничего. Деньги мне сейчас нужны как можно больше. Поэтому не нужен мне этот болевой пыл на данном этапе. Так, восемь пиков карака. Очередное сейчас будет восстание. Да? Это плохо. Постоянно тут кто-то бунтуется. Плюс еще вот... Блин. Форт Крывой Клык. Давайте-ка мы попробуем с этими ребятами. Так. Это кто у нас? Гнашрак. Один палец. Попробуем с ними заключить мир. Орки Кровавой Руки. Мир, ребятки. Давайте. Мирный договор. Они отвергнут. Они отвергнут. И это печально. Это печально. Моя армия отсюда ушла. Эти ребятки тоже стали лагерем. Давайте мы тогда их отправим куда-нибудь тогда. Блин. Так. А я смогу захватить? Какой тут гарнизон? Какой тут гарнизон? Гарнизон, ну, в принципе, не очень большой. Правда, есть мистемет, есть пушка, гномы, гномы, забияки. Забияки, блин. Вот они против великанов-то как раз-таки и настроены. Да. Тяжело будет. Тяжело. Ладно, давайте эту армию я отправил. Я уже не помню. Вот на этого, по-моему, отправлял. Так, Арагдрон. Что у нас здесь построилось здание? Еще один ход и будет построено. Тогда давайте мы здесь будем строить на покорность. Вот, 975. 975. Форт Кривой Клык. Я боюсь, что они могут его захватить. Так, а если я сейчас ему предложу все свои небольшие деньжата? Все, что есть, по крайней мере. Так, обсудить выплаты. Предложить. Вот все, что есть. Все, что есть. Да, вероятность успеха низкая. Ладно. Ладно. Придется. Придется. Придется, наверное, прощаться. Да, смотрите. Смотрите. Три генерала. Хоть они, в принципе, наверное, по идее, невысокого уровня. Там один из них маг. Лучники. Ну, войска не сильные. Но, блин, у меня-то еще слабее. Был бы у меня хотя бы там генерал и маг. Да, то было бы неплохо. Но давайте все равно посражаемся. Ну, по крайней мере, ребята, мы просто постараемся уничтожить их как можно больше. К тому времени подойдут наши войска. И что-то там, что-нибудь сделают, короче. Да, ладно. Так. Первый номер так. Второй номер вот так. Попробуем мы забрать как можно больше лучников. Тем более, что ваг находится, в принципе, недалеко. И поэтому будем надеяться, что гоблины. А где лучники? Че-то я не пойму. Давайте переходим в атаку. Осторожнее, мой господин. Шраги используют лес, чтобы скрывать свои передвижения. Ага. Вот и они. А, это ж копейщики. Это копейщики. Так. Попробуем тут че-нибудь. Давайте мы попробуем нападем на их генеральчика. Нет, нет, нет. Вот лучники. А вот лучники. Да, мои все бегут уже. А мои все бегут. Ну, че и следовало ожидать без генерала-то они. Че тут они? Что можно ждать от орков без генерала? Только-только побега. Неплохо они, кстати, накидывают. Достаточно неплохо. Вот, смотрите, как рядеют их. Их ряды. Рядеют очень сильно. Так, кто у нас тут вообще? Лучники, лучники, лучники. Все везде сплошь и рядом лучники. Давайте мы их будем подрезать. Нет, ну они неплохо накидывают. Вот, вот если так обратить внимание, то лучники очень даже неплохо накидывают. Очень, очень неплохо накидывают. Блин, я не понимаю. Отступайте, отступайте, отступайте. Конница, просто отступите. Так, а теперь мы возвращаемся. Ох, эти уже отбежали и уже... Так, в атаку, в атаку, в атаку. Не стоим. Не стоим. Да, да. Давайте-ка посмотрим тут, как наши... На волках-то тут. На-те, 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 жрите. Да, ну, конечно, их очень мало. Если бы у меня были более мощные отряды, то еще что-то можно было бы придумать. Но отряды не ахти какие. Но, ну, в принципе, я неплохо их потрепал. Особенно лучников я вообще хорошо потрепал. Так, один отрядик тут у меня вроде бы оклемался, но все равно собирается убегать. Что, все, да? Окончить бой. Незначительное поражение. Неплохо, кстати. Ну, вот я говорю, неплохо. 466 мы убили. Это довольно хорошо. Особенно хорошо у меня постарались конницы. Четкие пацаны, неплохо. Нормально, короче. Так, так, так. Самое печальное, ребята, в этом то, что... Ооо. Плюс 4. Давайте возьмем деньги. Самое печальное, ребята, в том, что ВАГ не сможет победить. Они восстановятся. И ВАГ не сможет победить. Ладно. Давайте тогда мы лучше ВАГ отправим вот повстанцев уничтожить. Хотя бы какая-то будет польза. Так, уничтожайте повстанцев. Смотрите, вот эти наглые хотят захватить железную скалу. Естественно, мы им этого сделать не дадим. Если сможем. Если сможем, ребята. А смочь мы, скорее всего, не сможем. Давайте. Ой. Не получилось пройти. Стоп. А. Нет. Давайте. Вот. Переместились. Ну, они будут видеть хотя бы нас и подумают, что нет, мы лучше не пойдем. Лучше мы обойдем. Так. Две тысячи стоит. Строим. А. Блин. Это железная скала. Эти ж собаки могут захватить сейчас ее. Тогда отменяем пока тут строительство. Пока не будем строить пик злобы. Так. Здесь вот, кстати, было бы неплохо построить третьего уровня. Три двести. Блин. Дорого. Дорого, дорого, дорого. Пока. Пока тоже ничего не будем строить. Ну, здесь по-прежнему мы стоим. Что мы тут можем? Мы тут можем только держать в осаде по той простой причине, что, ну, блин, негодные войска у меня для штурма. На стену полезут только два юнита, хоть мы там можем, конечно, все размолотить своими катапультами. Ну, блин. Нет. Пока нет. Пока стоим. Кстати, они вообще нанять кого-нибудь могут? Нет. Таким образом, конечно же, здесь не могут. Ладно. Давайте. Так, как я и опасался, железную скалу подвергни атаке. Фух ты, эти паразиты еще тут лазят. Причем, заметили, как он подло-то поступил? Блокада армии. Успех. Ладно. Он подло поступил. Он не захватил, он и убежал. И убежал. Не дойду, да? Не дойду. Вот им, блин, везет. Так, один ход, и дальше мы будем строить. Так, давайте-ка я посмотрю, у кого тут шансы получше сделать блокаду. Нападение на отряд, это не подходит. Мне нужна блокада армии. Блокада армии. 60% за 1000. Давайте-ка мы это сделаем. Успешно сдержал вражескую армию и скрылся. Вот, просто замечательно. Просто замечательно. Так, дальше. Значит, мы ему... А, он у нас атакер. А почему бы нам его не запихнуть? Ребятки, почему бы нам вот этого вот в эту армию не запихнуть? Сейчас мы так и сделаем, конечно. Тут 14 уровень, но это шаман у нас. Правильно? Правильно. Так, дополнительный урон. А здесь что? Разведка, покорность, шанс ранить нападавшего, магической измени... Так, стойкость. Это что? Срок лечения ран. Короче, тут ненужная мне вещь. А вот у этого очень даже неплохо. Угу. Ну, он ведь нам дает, знаете что? Какую фишку? Он ведь нам дает плюс 15% где-то тут. Дополнительный ученый шанс убить. Цель. Доход от всех построек плюс 15%. Вот что он нам дает. Так, значит, нам нужен еще один такой чувак. Мы можем такого нанять еще? Призвать героя? Вожа гоблинов? Нет, не можем. А, для найма героев требуются постройки определенной цепочки. Точно, ребятки. Ребятки, это же нужны цепочки. Вот вожа гоблинов. Что мне не дает шанс? Так, так. Наем невозможен. Вам уже служит максимальное количество героев этого типа. Да, конечно же, вот в этой армии такой герой присутствует. Навыки у него... Он тоже чисто идет на атаку. Чисто на атаку, усиление натиска и все, все, все с этим связанное. Ясненько. Ладно. Тогда ладно. Тогда ладно. Блокада армии. Успех. Так, это кто кого заблокировал? Тут заблокировали меня. Перевал смерти опять бунтуется. Незначительная победа ваг. Решительная победа ваг. Это прекрасно. Ваг у нас уже сократился до вообще какого-то минимума. Давайте мы этот ваг отправим в форт Крывой Клык. А вдруг оттуда ушла армия и нам получится захватить ее. Было бы чудесно. Так, вот этот вот персонаж. Кстати, 30 уровень. Это максимальный. Это просто чудесно. Навыки у него вот какие раскачаны. Это шизанутся. Какие у него? Для пехоты ближнего боя, короче. Тут конкретные пацаны. Для четких пацанов. Четкие черные орки. А в армии как раз-таки таких очень-очень мало. Надо было мне, может быть, качать его чисто вот на вот это вот все прокачать. Было бы, конечно, круто. Ваг. Тем более. Блин. Ну, ладно. Че ж уже сделаешь. Так, куда ты отступил, мой дорогой друг? Ведь ты должен умереть. Ты должен погибнуть смертью, храбрый. И сделаем это мы лично в бою. Я хочу насладиться победой. Даже при таком раскладе я буду командовать битвой. Так, расположим наши катапульты, которые сейчас будут наносить просто бешеный урон. Должны, по крайней мере. Так, ребятки пойдут займутся лучниками, а все остальные пойдут в атаку. В атаку. Так, давайте сюда. А вы стреляем, гасим просто без перерыва в этих редисок. Редисок. Так, что-то тут они еще пытаются скакать. Давайте-ка мы их разорвем сейчас. Что за наглость? Ой, смотрите. Опа-на. И тут, и тут, и тут. Ну-ка. Вот. Ну, это, конечно, против пехоты моей колесницы-то. Так, давайте-ка. Так, сюда. Давайте направим-то воевать, а то что там мы тут стоим. Вперед, 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 вперед. Не стесняемся, ребятки. Не стесняемся. Идем атаковать. Так, один великашка вот сюда. Так, на нашего, кстати, лорда-то напали. Давайте мы тут что-нибудь вырубим вот такого плана. Этому мы что-нибудь там вот такого плана вырубим. Так, вот конница, конница. Сюда, катапульты, вот сюда. Ух ты, мои воины-то, орки-то. Как они? Как они? Ну, давайте пробежимся мы по битве. По полю боя. Ой, как они гасят. Так, они уже побежали, ребятки. Здесь тоже, блин. Ну, стоят они еще. Они стоят очень даже хорошо стоят. Так, великаны. Один обливается кровью. Но, тем не менее, своей балдой-то... Он накрывает их. Так, эти бегут. Это мой отряд уже бежит один. Тролли. Так, что стоим? Что-то мы медленно двигаемся. Так, один отрядик. Давай-ка ты вот сюда. А, это... Нет, 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 нет. Так, катапульты наворачивают. Мой генерал, давай вот сюда. Да, конечно, черные орки, это просто нечто. И тролли, это говно. Великанов вот. Нанимать великаны, катапульты и орочек лесницы с вепрями. Аркаонты еще я бы посмотрел, что это такое и с чем их едят. А так больше, в принципе, нафиг не надо. Больше нафиг не надо. Так. О чем мы тут совсем, да? Совсем боимся. Да, надо было просто черных орков не пускать в бой. Развалил бы здесь просто этими... Троллями, вернее, не троллями. Великаны и генералы. И все, больше тут никто нам и не надо был. Победа, все они побежали. Все они побежали. Да, достаточно много я, кстати, потерял черных орков. Черные орки, тролли, их надо вообще... Ну, нафиг. Нафиг не нужны. Великаны, конница и баллисты. Все. Больше, по сути дела, никто не нужен. Да, много убежит. Ну, ладно, окончим бой. Ну, надо отдать должное. Черные орки нанесли очень-очень неплохо урона. Очень так хорошенько нанесли. Так. Что у нас тут? Стоимость найма минус 15 для троллей. Доспех. Так, мы уничтожили эту армию. Это круто. Давайте теперь мы пойдем на всех парах. На всех парах. Вот сюда. Вот сюда. Надо забрать обратно это поселение. Это однозначно. Плюс еще ваг туда пойдет, нанесет урона. Давай остановись в разместить героя. Побольше денежат будет нам приходить карагдрон. Мы уже наконец-таки можем проапгрейдить наше здание с орочью сторожку. И нам уже не будут не страшны никакие армии. Теперь на покорность. Рост. Вот она, покорность. Рост фиг с ним. Главная покорность. Здесь мы приносимый доход увеличим. И вот эту вот штучку. Так. Все хорошо. Железную скалу-то мы забрали обратно. Армии то и нет. Но она может в любой момент появиться. Нам главное, чтобы сколько? Три хода простоять. Что у нас тут? Тут у нас все хорошо. Армия стоит. Они еще... Еще сколько? А вот еще два хода до истощения запасов и начала небоевых потерь в гарнизоне. Ну, два хода нормально. Можно потерпеть. Так. Здесь мы... Так. Скорбь Валайи. Скорбь Валайи. Тоже нам бы не помешало построить вот это здание. Для этого здания нам не хватает сейчас пока денег, в первую очередь, конечно же. Ладно. Давайте мы пока так походим. Вакх у нас молодец. Он просто-напросто... Так. Разгоняет бунты. Просто разгоняет бунты. Это просто супер. Так. Ну, у тебя свое ты направление знаешь, куда тебе двигаться. И это замечательно. Так. 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 Давайте. Теперь нам надо продвигаться до того... Ага. Тут армия сидит. Смотрите-ка. Но она дерьмовая. Она дерьмовая на самом деле. И это прекрасно. Рудник горького камня. А, смотрите-ка. Здесь... Здесь гномы уже развернулись. И они потихоньку-потихоньку начинают там наращивать опять силы. Узлы на башке шестые по силе. 14 поселений у них. Никак мы не можем с ними ничего такого сделать, чтобы у нас отношения улучшались. Только ухудшаются. Только ухудшаются. Да. Ну, что ж поделать. Что поделать. Со всеми мы так плохо дружим. Дальше-дальше. Караг-дрон. Что-то я тут могу еще построить. На деньги могу построить. Приносимый доход 400. Однозначно строим. Однозначно. Крамсала-железноклык. Поднял свой уровень. Итак. Волшебные грибы. Минус 30 восстановления способностей. Так. Уклонение. Давайте уклонение мы ему дадим, потому что дальше пойдем мы там магию нашу качать. Блокада армии. Неудача. Захотели заблокировать, но не получилось. Это замечательно. Так. Шатер вожака мы построили. Супер-супер-супер. Но пока минус один еще идет. Нам бы вот здесь вот так же шатер вожака. Но нам, блин, в первую очередь надо будет Орочью-Сторожку тут липануть. И будет суперски. Здесь Орочья-Сторожка уже фактически построена. Так. Давай продвигайся. Дадим напасть в первую очередь вот этому армии, чтобы она на форт Крывоклык напала. А потом мы присоединимся к борьбе. А дальше ты, красавчик, стоишь. Карак-дрон. Ага. Скорбь Валаи. Скорбь Валаи. Восемь пиков Карака. У нас тут, как всегда, настроения плохие. И денег нету, чтобы улучшить эти настроения. Давайте мы переведем вот этого персонажа вот сюда. Следующим ходом разместим тут героя. Чтобы тут уже строить здание. Вак полное поражение. Так, я не понял, на него кто-то вышел и уничтожил? Ну, это плохо. Это плохо. Да, и они еще и восстанавливают свои войска. Ну, это мы вам, конечно, сделать не дадим. Нападаем на форт Крывоклык. Берем его в осаду. Штурмовать сейчас мы не будем. Опять-таки, у меня эта армия не для штурма. Надо будет создать просто тупо одну армию для штурма. Выделить туда войска, которые дают бонусы, блин, для черных орков. Это, кстати, мой как раз-таки генерал это и делает. Ну, ладно. Так, берем в осаду. У них тут просто хороший гарнизон. Плюс еще тут такие войска, которые, как бы, неплохи. Продолжаем осаду. Продолжаем. Дальше. Скорь была, и мы тут что-то можем построить. Что-то, что-то можем. Так, улучшает всевозможные боеприпасы, дисциплина, войска. Кстати, ребята, мы тут рудник Кровавого Камня. Еще ходик постоять и мы... А зачем, собственно говоря, стоять ходик? Можно уже захватывать. Можно свободненько брать этот город. Решительная победа. 47 единиц я потерял. Ну, конечно, у меня тут войска-то небольшие. 898 по деньгам. Ух ты! Нет, давайте мы оккупируем. Окупируем. Замечательно. Рудник Горького Камня. Это мой любимый поселок. Да, 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 да. Гномов мы отсюда вытесняем. Так, вот это здание нужное здесь стоит. Это однозначно. Оно здесь нужно. Вот это здание нафиг здесь не нужно. Мы его убираем. Так, смотрите, гномы. Ну, если не брать в бараквар в расчет, то у них тут осталось, они их поселение в горах. Так, фишка в том, что если я сейчас туда пойду, то на меня, у меня может быть война на два фронта. С узлами на башке. Так. И с гномами. Поэтому есть такой вариант, как захватить Экрунд, разобраться с баракваром, потом подвосстановить, поднакопить войска, подстроиться и разобраться с узлами на башке. Потому что дипломатия у меня с ними очень-очень печальная, ребят. Ухудшается. Почему? Даже понять не могу. Они порицают, что мы великая держава. Ну, одобряют там военные действия с теми-то и с теми-то. Ладно. Мелочи. Так. Скорь в Алайе мы, кстати, можем здесь построить здание. Нам лучше всего построить сначала в Железной Скале. В Железной Скале, ребят, нам бы еще построить вот это вот здание. Но мы же перевели своего персонажа сюда. Да. Надо... Возвращаем его, ребят. Так, делаем. И строим сначала здесь. Строим сначала здесь. И здесь нам надо построить однозначно вот логово зеленокожих. А потом уже мы будем строить гоблинскую сторожевую башню. Чтобы также ворочью сторожку построить. И у нас тогда не будет вообще никаких проблем. Минус два, правда, покорности идет. Нам бы еще построить на покорность. Давайте тогда, наверное, мы сделаем так. Нет, блин. Покорность вот мы можем улучшить. Да, покорность плюс шесть будет. Это плюс четыре как раз таки. Нет, давайте, ребята, лучше сделаем на покорность. И на деньги. А потом уже мы там будем строить вот это вот здание третьего уровня. Так, ты опять-таки здесь стоишь и держишь в осаде. Я думаю, вряд ли они осмелятся выйти. Ты восстанавливаешь свои силы. Вакха у меня нет. Пока ситуация нормальная. Шаман Вурзак принес нам хорошие новости. А еще благословление Грока и Морка. Замечательно. Покорность плюс четыре все провинции. Вот то, что мне и было необходимо. Улучшить покорность. Восемь пиков Грока по-прежнему тут, блин, беспорядки у них творятся. На покорность ничего тут не построено. Так, ладно, ребят. В принципе, сейчас я буду уже заканчивать эту серию. У нас тут большие наполеоновские планы. Может быть, там план Бритскрих. Я тут надо разрисовать себе такие, блин, Бритскрих в отношении узлов на башке. Быстренько, быстренько их уничтожить. Очень быстро. Желательно, конечно, для этого было, чтобы три армии. Но, по сути дела, две хватит за глаза. Я надеюсь. Посмотрим, давайте, сколько же у них тут вообще городов. Пятнадцать. Четвертое. Они по уровню силы. Уже поднакопили, кстати говоря, наверное, войск. Вот по принадлежности. Где их войска? Даже и понятия не имею. Возможно, тут с гномами воюют. Может быть, с вампирами. Не знаю. Не знаю. Даже как и... Гномы тут немножко начали расширяться. Ну, это и проблемы. Мы туда тоже доберемся со временем. Ну что ж, на этом я буду заканчивать видео. Спасибо, ребят, что смотрели. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока-пока.